В этом видео я буду копать 24 часа в Майнкрафте. Сначала 12 часов в верхнем мире двумя способами, а после отправимся копать 12 часов в аду и ответим на главный вопрос. Сколько же ресурсов можно добыть за 24 часа в Майнкрафте? Почему не будет продолжения 200 дней в хардкоре? Потому что я собираюсь делать крутые вещи, которые занимают порой сотни дней игрового времени. Если ты не видел, как я выжила 100 дней в этом мире, то ты пропустил просто шедевр. Я не шучу. Меня зовут Некич, будет очень интересно. Погнали! Поскольку в аду мы будем добывать дебри с помощью динамита, нам нужно очень много песка и пороха. Скоро мы будем делать мобо-ферму. Здесь так тихо, спокойно на природе, и ведь даже никто и не мешает. Подровнял я так знатно, скажем, эту бедную пустыню, но что-то мне подсказывает, этого будет маловато. Сейчас мы быстренько сделаем ферму. День 128, кстати, наша постройка будет расположена в центре океана. К счастью для меня, у меня были все необходимые ресурсы для того, чтобы подготовиться к этой постройке. Ну вот, примерно как-то так выглядит наша мобо-ферма. 8 уровней. И, кстати, освещайте уровни заранее. Это была моя большая ошибка. Но остается лишь забабахать столб, на котором будет АФК-комната. По АФК шел я примерно плюс-минус час, и чё я вам могу сказать? Это крутая ферма. С этого момента начинается наш наинтереснейший эксперимент 12 часов под землей. Каков план? Пару часов я покопаю с маяком, чисто для разнообразия, потому что это веселее. Но остальное время будет проведено в копании тоннелей, каждый из которых будет составлять целый час. Так, ну что ж, начало положено. Это был первый час копания. Было бы неправильно, если бы я не показал ресурсы, которые у меня были на начало эксперимента. Так, это первый тоннель, который я начал копать. И я вам могу сказать, кажется, меня ждет крайне скучное времяпрепровождение. Но надеюсь, оно того стоит. Я каменщик, работаю три дня. Без зарплаты. О, а труд каменщик-то быстро окупился. Отличный стимул. На что я только не натыкался за эти долгие часы. Это были и подводные пещеры, это были и каньоны с шахтами. И, откровенно говоря, стрёмные пещеры с кучей лавовых озер. И еще там были ведьмы со скелетами, со всеми мобами. Ну я ж не дурак, чтоб нарываться. Ммм, опять лава. Но все-таки с некоторой периодичностью я посещал пещеры и шахты. Но вдруг там есть алмазы. А про некоторые препятствия, которые попадались на моем пути, я вообще молчу. Складалось впечатление, что это либо какие-то руины, развалины, натуральный генератор камня, или же сервер анархии. Каждый из моих тоннелей просто поражал воображение, насколько они были длинные. Чтобы вам был понятен весь масштаб работы, посмотрите, как я добирался обратно на элитрах. Ну, тут просто охренеть не встать. Время от времени я делал перерыв на то, чтобы покопаться с маяком, потому что это намного веселее и интереснее. Вы просто посмотрите, это же так приятно. Ааа, это как пупырки. А как насчет водопада из мобов под землей? А, как он такое? Вы просто посмотрите на них. Обсидиан под водой, я вообще отказываюсь комментировать. Я думаю, тут и так всем все ясно. И был один очень такой стрёмный момент, когда я чуть не помер. Гравий буквально хотел меня убить. Вы просто посмотрите. Это его взаимная нелюбовь ко мне. Вы просто посмотрите. Это жесть. Хоть и назоритовая броня, но страшно. Из зеленых я ждал увидеть только слаймов, но... Засранец. Главное отличие от копания с маяком, это то, что в тоннеле ты успеваешь чинить свои инструменты, потому что копаешь меньше камня. Так у нас тут сборща бандитов за углом. На, получи. Садамалейкум. Рубль будет. Прям будто в КС-очке. Ой, что-то я забыл верх прочекать. Сейчас какой-нибудь бомбардир бы на меня спрыгнул зеленый. Ребята, это последний час. Это двенадцатый час. Вы не представляете, я так задолбался. Ну, не то чтобы задолбался, это... Это ну очень скучно. Прям очень. Поэтому, если сравнивать вот эти два способа копания с маяком и копания тоннелей без какого-либо ускорения... Блин. Ну, копать с маяком, конечно же, веселее. Здесь все кажется таким медленным. Ой, этот момент настал! Добби свободен! Добби свободен! Двенадцать часов позади, еще двенадцать впереди. Хе-хе-хе. Представляете, вот каждый этот тоннель, каждый из этих тоннелей, это час моей жизни. Как вы понимаете, камни у меня теперь, наверное, годовой запас. Потому что... Я даже теперь и не знаю, куда его девать-то весь. А вот в этих шалкерах находится то, ради чего мы здесь все с вами собрались. Давайте же узнаем, сколько ресурсов можно добыть за двенадцать часов нахождения под землей. Двенадцать часов копания. Редстоун. Не знаю, куда его вообще девать, я его почти не использую. Пожизненный запас активированного угля. Железо и золото. Лазурит. Вы что, думали, это все железо? Ха! Вот все железо. Так, а теперь самое интересное. Алмазы. Сколько же алмазов? Алмазные руды, если быть точным. Четыре с половиной стака. Все эти алмазы я выкопаю на удачу три в конце этого видео, поэтому обязательно досмотри. Ты удивишься. Железный блок, конечно, не так солидно выглядит, но ладно. Подготовил примерно вот столько динамита, надеюсь, на первое время нам хватит. Пока я добирался до своей крепости, я наткнулся на зомби в полном алмазном сете. Хорошо, хоть не зачарованный, а? В его лексиконе все чаще стало звучать слово престиж. Как понять, что игрок в Майнкрафте настолько богат? Некуда девать золото пока. Он сделал вот такой вот меч для моих коллег по заводу. В аду. Изучил все биомы в аду, пока искал подходящее место для того, чтобы начать рыться. Да еще и бастион. У них я лишь забрал пластинку и еду. Кажется, я нашел подходящее место. Самое главное, здесь нет базальтовых дельт поблизости. Хорошее начало, я только начал. Какова наша тактика? Мы роем длинный-длинный тоннель вперед, после чего мы заставляем его весь динамитом, каждые примерно 4-5 блоков. После чего мы его поджигаем и кайфуем. Главное, отбежать подальше, иначе потом кайфовать будет некому. Так, это, конечно, занятие веселое, крайне веселое, но я сейчас буду менять этот тоннель. Ну, потому что в нем, ну, слишком много лавы, вы просто посмотрите. Можно было назвать этот ролик, как я говорю, 24 часа в аду. Так, ну все, это была последняя капля. Я не могу больше терпеть эту лаву. Я надеюсь, мне с этим тоннелем крайне повезет, потому что я не хочу натыкаться на очередное лавовое озеро. Так, ну, по-моему, по-моему, в этот раз лучше. У меня уже начинают глаза слезиться от этого красного адского камня. Нужно придумать какой-то другой метод, как быстрее ставить динамит, иначе я так свихнусь. На третий час я немножечко поменял свою стратегию, и, как видите, я перестал считать блоки. Ну, потому что это реально можно свихнуться. Да, он ставится немного не так, не ровно, но так быстрее. После чего я перестал придерживаться какого-то особенного направления, и начал делать тоннель в различные стороны. Включаем F3J, выбираем границу чанка, прорубаем тоннель в этом направлении, потом по другой границе чанка мы добираемся до 15-й высоты, и дальше проделываем тоннель, и работаем по проверенной схеме. Это очень залипательная вещь. На это можно смотреть вечно. На определенном этапе я даже перестал бояться динамита, он мне стал как брат родной. Также в течение каждого часа, пока я добывал дебрис с помощью динамита, я еще с помощью починки чинил инструменты. Прошло уже 5 часов, и угадайте, что произошло? Ну, во-первых, закончился динамит, и я сломал эндерсундук на удачу 3, и у меня нету элитр. Мне предстоит преодолеть кучу лавовых озер на своих двоих. Папа-свин, отстань. Блин, вот было бы не все так плохо, если бы у меня была удочка. Эх. Просто здравствуйте, просто как дела? Отлично, я могу, чтобы помирить, но не сегодня. А это иллюстрация того, как Никита решил убить эндермана, чтобы добыть жемчуг. Да блин, хватит его своими стрелами отпугивать, надо яблоко сожрать. Так, ну теперь поспокойнее. Да вы меня задолбали! Так, все. Теперь будет попроще. Так, стоп. Как-то это выглядит подозрительно, секундочку. Очень подозрительно. Так, 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 так. А вот, а вот, а я знал, а я знал. Ох, как я себя сейчас классно чувствую, так комфортно, так спокойно, над лавой, в хардкоре. Даже не знаю почему. Наконец-то я добрался, телепортируемся домой. Опа, будем друзьями? Ну я же говорил тебе пить нельзя, чё ж ты опять-то начал? После чего я еще несколько часов прав и кашлял на моба ферме. По возвращении меня ждало несколько подводников, у каждого из них был трезубец, это вообще что-то с чем-то, я такого еще никогда не видел. Четыре, четыре трезубца! И ни один из них не выпал. Коротко о том, сколько я копал песка. А, ну, не больно-то она была и нужна. Ну, правда, это у меня тоже поношенное уже. По моим подсчетам на оставшиеся семь часов этого должно хватить, я надеюсь. Шел седьмой час. Чё-то я задолбался. Мало того, что даже это занятие мне надоело. Вы посмотрите, в каких условиях мне приходилось работать. Это просто невозможно, столько лавы. Вот лавы мне еще недостаточно, по твоему мнению, у тебя еще меч на заговор огня. В некоторый момент я находил Дебрис просто случайным образом. Вот если бы я не сломал эти блоки, я бы его не нашел. А вы знаете, я начал уже привыкать. На том месте, где я обычно выкладываю ресурсы, я сделал себе небольшой блокпост. Ибо их, ну уж слишком много. Ай, 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 айфон. Иногда даже приходилось нырять в лаву за Дебрисом. Было семь. Смотрите внимательно сейчас. Так, вроде как достали. Опа, восемь. Ребята, это последний, это двенадцатый час. У меня открывается второе дыхание. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Нам совсем чуть-чуть осталось. Все, все, все. Мне как раз не хватало динамита. Я уж точно не ожидал, когда я буду копать тоннель, найти забытый мною тоннель с динамитом. Вот вы мне объясните, вот как я мог про него забыть? Как? Я не знаю. Ребята, это последние блоки с динамитом. Этот час настал. Оставшиеся тридцать минут я просто копал тоннель на границе чанков. И как же без моей любимой лавы? Да. Все, официальное я закончил. Ребят, я не знаю, как вам передать тот масштаб работы. Я не знаю, вы просто посмотрите. Я думаю, вы все поймете сами. Да, я опять это сделал. Но, к счастью, для меня я выложил в этот раз к себе в инвентарь элитры. Так, я не помню. Вроде где-то здесь должен быть проход. Вот здесь. А, нет. Нет, нет. Вот это сейчас было опасно. Мои глаза сейчас испытывают культурный шок. У меня спектр глаза словно расширился. Так, ну что ж, давайте же наконец посмотрим, сколько за 12 часов я добыл дебриса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать часов. А если сложить это все в одну кучу, получается 11 почти с половиной стаков. Я сделал четыре тысячи девяносто шесть динамита. Так, если вы не забыли, у нас вообще-то еще алмазная руда. Но мы приступим сначала к изумрудной. Эх, все бы, наверное, хотели такой столбик в реальной жизни. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько на удачу три выпадет изумрудов. С пятидесяти изумрудной руды выпало практически два стака. И нет, друзья, это не креатив. Это Майнкрафт Хардкор. Я никогда не мог себе представить, что я смогу добыть такое количество ресурсов, ребят. А вот как это выглядит со стороны. Вот такой вот изумрудный пончик. Так, ну что, поехали? У меня уже руки чешутся, не могу. Что ж, вот примерно как-то так это и выглядит. Чуть не забыл про случайно выкопанные мной алмазы изумруды. Я потратил очень много сил и времени на этот эксперимент. Поэтому, если вам понравилось, обязательно подпишись и поставь лайк. Я знатно сдолбался.